Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье-рубашку, притом нарядное платье-рубашку с такой запахом, очень интересными еще такими мягкими складками. Давайте начнем, вы все увидите. Рисовать мы ее будем немножечко симметрично, потом добавим асимметрии. Я взяла шаблон, данный шаблон у нас есть на сайте, вы можете его скачать совершенно бесплатно. Ссылочку я оставлю под этим видео, пожалуйста, переходите. От шаблона убрала ручки и теперь буду создавать новый слой. Возьму инструмент перо, цвет пера черный, толщина 1 пункт и отсутствие пунктирной линии. Все, мы все выбрали, начинаем с вами рисовать. Приближаю и начну я рисовать с правой половинкой, мне так всегда комфортнее. Вы можете начинать рисовать с левой, это не принципиально. Изделие у нас практически симметричное. Почему я говорю практически? Потому что будет вырез, и вырез будет не совсем симметричный, но мы его, конечно же, поправим. Начинаем. Так. Смотрите, как здорово, когда есть шаблон, вы сразу можете оценить, насколько открыта грудь, например. То есть я понимаю, что у меня достаточно открытая эта часть будет, но чтобы не оголять того, чего не нужно, я могу это совершенно спокойно все отконтролировать. Здесь у меня будет небольшой напуск, вот так, на бедре. К бедру будет сужение, и здесь опять будет расширяться. То есть как бы в талии мы сузили, а вот на плече опять свободненько все сделали. Вот так. Сейчас поправлю сразу. Наверное, минус Adobe Illustrator, минус и плюс одновременно, он заставляет учиться думать логически, потому что то, что вы делаете, вы должны сразу в голове уже хотя бы приблизительно представлять, что вы хотите получить, иначе ничего не понятно. Вот, поэтому, наверное, немножко сложно мои видео в чем-то смотреть, да, потому что я-то в голове представляю, что я рисую, а вы нет. Ну, вы можете промотать, посмотреть, что получится, и вернуться дальше к неспешному рисунку. Так, убираем. Это у нас внутреннюю часть будет видно, здесь можно немножечко пошире сделать. Сейчас все откорректируем, сейчас все сделаем. Нам нужна основная форма, главное, а потом уже будем дальше корректировать все. Так. Платье будет такое вечернее достаточно, в чем-то открытое, поэтому я его так свободно и рисую. Так, на плечике у нас будет такая штучка. Обрезаем. Так, теперь рисуем рукавчик. Достаточно объемный, свободный, на манжете он будет. Соответственно, к манжету мы сходимся. И вот здесь дадим свободу. Так. Собираю, собираю. Раз. Сейчас еще потом будем все прорабатывать. В данном платье нужно будет рисовать мягкие складки, тени. Это тоже займет отдельное время, поэтому все мы с вами успеем проработать. Не переживайте, набирайтесь терпения. Мы начали рисовать более сложные эскизы. Это всегда более интересно, но более трудоемко. Поэтому, так вот, ну, проблемы я все время забываю, где прячется инструмент. Вот оно. Сглаживание. Просто они сделали, чтобы облегчить разработчики Adobe Illustrator, чтобы облегчить панель, которая находится слева, панель с инструментами. Некоторые инструменты спрятали внутрь. Я вот периодически забываю, где что. Но нахожу. Всегда нахожу то, что мне нужно. Просто иногда ищу этот инструмент. Такое со мной тоже случается. Так. Здесь у нас... Сейчас приближу зону воротника. Чтобы вам было лучше видно. Смотрите. Есть как ощущение такое, что как будто бы оно вот так вот вывернуто немножко. Вот так вот вывернуто. Сейчас буду рисовать, передавать то ощущение, которое я хочу от этого эскиза добиться. Поверху вот этого выверта у нас вот здесь идет с вами планочка. Точнее, стоечка воротника. Вот так. Выверт не совсем корректно по форме. Да. Выверт сейчас поправлю по форме. Неправильно его нарисовала. Выверт у нас по форме. Вот эта часть должна быть по-другому. Сейчас я ее поправлю. Вот так она должна быть. Вот так. Так. И вот сюда прийти. Сейчас все будет понятно. Чуть-чуть терпения. Пока я тут колдусь с линиями. Все вам будет понятно. Пока делаем достаточно стандартную процедуру. А именно рисуем основной контур платья. Я начала, видите, не так схематично рисовать, а более, ну, в чем-то, наверное, художественно. Поэтому стало немножечко сложнее следить за эскизами. Ну, это не страшно. Я думаю, что, посмотрев все предыдущие ролики, если вы их посмотрели, если нет, если хотите более простых изделий и простых схем, это туда. А вот там мы с вами все это уже разобрали. Уже все знаем, все понимаем. А здесь уже выверты пошли. Соответственно, именно с вывертами мы тут и общаемся. Так. Вот такой воротничок. Немножечко вот это место поднять надо. Оп. Вот. Подняла. И чтобы этих острых углов не было, вот здесь есть такое, оп, скругление. Да. Сразу становится лучше. Так. Это сделали, это сделали. Сейчас еще там поправлю. Там явно нужно будет править, потому что, ну, в чем-то, наверное, воротники моя боль. Редко они у меня получаются. Прям с первой попытки приходится над ними, ну, поколдовать какое-то время. Не могу сказать, что это страшно, но просто занимает чуть больше времени иногда, чем рассчитываешь. Так. Так. Хорошо. Так, здесь сделали, здесь сделали. Дальше мы будем делать складочки, поэтому я их не буду сейчас прорисовывать. Они пойдут тенями. Рукав хочу, чтобы вот так вот он был. Все-таки рука у нас там в запястье живая. Вот. Давайте мы это все сейчас отзеркалим. Берем инструмент зеркальное отражение, ставим по центру. Оп. И у нас этот объект оказался сверху. То, что я и хотела. И спинка у нас будет там еще внутри. Она будет собрана тоже из двух половинок. Поэтому я ее сразу нарисую половинками. Вот так. Тоже ее сейчас раззеркалим. И сразу все встанет понятно, обещаю. Сложные эскизы. Так. Зеркалим. Теперь две спинки. Сейчас закрашиваю. Все встанет на свои места. Закрашиваю. Все встанет на свои места. Закрашиваю светло-сером, потому что это задняя часть. Все остальное выбираю. И закрашиваю белым. Вот. То есть у нас такое платье, которое друг на друга. Нужно нам с вами поправить воротник. Потому что воротник получился просто безобразно. Я это вижу. И мы сейчас это будем править. Так. Стойку вытащим вперед. Уже легче. Поправим сейчас ее по форме. У нее нужно ее слить. Друг с другом. Потому что центрального шва у стойки быть не должно. Соответственно, мы вот эти две детали сливаем между собой. Так. Эту часть спокойно корректируем. То есть это уже даже не рисунок. Это идет коррекция элементов. Вот так. Эту часть сюда вниз. И вот так. Вот. Воротничок получается. Туда она уходит. Вот так. Здесь тоже сейчас проведем некоторую коррекцию. Так. Это наверх. Здесь немножко линию поправим. И тоже воротничок. Немножечко. Он должен сюда вниз нагибаться. Вот это вот излишнее. Вот так. Хорошо. Здесь тоже шутка вниз. Поскольку он распахнут, он может быть не совсем симметричным. То есть мы рисуем на эскизе его, да. Но вот он как будто бы распахнутое изделие. Поэтому как бы ощущение, что вот он. Так. Вот это. Распахивается у нас часто вообще не симметрично. Поэтому абсолютной симметрии я здесь и не хочу добиться. Можно будет нарисовать еще дополнительные изделия, в котором это все вот закрыто. Так. Теперь вся вот эта наша красота, которая здесь и которую пока мы с вами не передали. Немножечко подкорректирую вот эту линию. Она, конечно же, объемная, но должна быть чуть более собрана внутрь. Так. Немножечко бедро сюда. Бедро сюда. Хорошо. Эти вот линии. Все красотой мы с вами чуть-чуть. Вот так. Хорошо. Так. Теперь смотрите. У нас вот сюда сходится наш с вами эскиз. Вот здесь у нас получился разрез. При этом разрез должен быть немножечко более асимметричный. Поэтому я сейчас вот эту точку. Чуть-чуть сдвину. И чуть-чуть ее сниму вниз. Вот так. Соответственно, вот эту линию тоже чуть-чуть сдвину. Точку. Точку сдвину. Так. Что у нас здесь получилось? Здесь получилось не очень здорово. Поднимем сейчас вот так вот. Она не должна быть длиннее, она должна быть вровень. Уровень низа вровень. Хорошо. Так. Ну, более-менее, да? Вот эту точку чуть повыше сейчас дадим. Будет все отлично. Вот так. И вот здесь, смотрите, точка. Ее бы хорошо сделать мягкой окружностью. Так, там лишнее. Там мы сливали, там что-то лишнее. Убираем все лишнее. Вот это была последняя точка. И ее мягко разводим. Вот. Сейчас мы ее разведем. Хорошо. И смотрим необходимость. Так, эта точка нужна. Все. Хорошо. Так, теперь начинаем рисовать складочки. Создаю новый слой. И вот отсюда. Давайте мы немножко еще вот здесь вот плечико поправим. Вот прям чуть-чуть совсем. На старом слое. Так. Инструмент. Колоссо. Вот эту точку выбираю. Чуть-чуть ее наверх поддергиваю. И вот эту точку выбираю чуть-чуть наверх. Чтобы она повыше была. Так. Вот здесь у меня, смотрите, отошло. Это не страшно. Мы сейчас все вернем на место. Так. Ну что, я в точку не попадаю. Попадаю в направляющую. Так. Сейчас мы все сделаем. Угу. Угу. Вот так. Так. Это одна. И вот здесь можем сейчас... Кривизной. Немножечко ее тоже доправить. Вторая. Вот. Отлично. Все попало. Так. Переходим. Начинаем рисовать наши с вами складочки. Складочки у нас будут вот тут. Как и все складочки, они у нас будут включать два элемента. Первый элемент линии. Второй элемент объекта. А именно, как по классике учат. То есть это линия и пятно. Сразу скажу, я рисую сначала грубо. Ну, грубыми толстыми линиями. Без какой-то вот красоты линий. Без настройки толщины. Мне главное сейчас изобразить то, что я хочу. А после этого я уже добавлю все детали. Для того, чтобы у нас вся эта красота заиграла. Так. Вот смотрите. Вот у нас получились такие мягкие складочки. Плюс то, что у нас все заблокировано. Ничего сейчас цепляться не будет. Соответственно, выбираю линию. Выбираю мягкий контур. Вот. И нам теперь нужны... Давайте мы это сгруппируем. Чтобы оно было сгруппировано. Цвет заливки здесь не нужен. И сейчас сюда нарисую мягкий цвет тенюшечки, которая будет объекта. Вот такая тень здесь будет. И здесь тоже будет на этих складочках вот такая тень играть. Она будет полуполуполупрозрачная. То есть ее практически не будет видно, но она будет. Соответственно, вот так. Вот так. Меняем местами. Выбираем одно второе. Даем непрозрачность высокую. Вот прямо оно чуть-чуть должно там быть. И помещаем на самый задний план. Потому что линии я предпочитаю, чтобы были сверху. Вот у нас с вами начали формироваться, соответственно, плечики. Теперь по рукавчикам. Рукавчики у нас тоже мягкие, свободные. Вот здесь у нас с вами будет такая же мягкая тенюшка. Вот мы ее сюда размещаем. Заметьте, я в этот раз стала рисовать тени асимметрично. То есть я не нарисовала на одном рукаве, а потом разместила на другой. Нет, я рисую тени мягко асимметрично для того, чтобы эскиз был более живой. На каких-то эскизах терпят тени симметрию. Но в данном случае, поскольку это мягкая такая история плавная, лучше, конечно, сделать, чтобы они были индивидуальны для каждого элемента. Не едино повторялись. Так. То есть вся прелесть здесь будет именно в теневом вот этом решении. Конечно же, тень будет вот здесь достаточно глубокая пролегать. Потому что это внутренняя часть. И если это имитация съемки на прозрачном манекене, то, конечно же, она здесь будет очень здорово вот это все показывать. Так. Здесь мы сейчас даем непрозрачность. Вот так. И сразу хорошо вот этот эскиз, он на белом прям будет смотреться изумительно. Здесь даем, можно взять пипетку и переснять вот эту непрозрачность. Смотрите, как сразу оно мягко становится. То есть то, что вы рисуете изначально черным, это еще ни о чем не говорит. То есть мы сейчас с вами нарабатываем вот эти вот особенности, все складочки и все остальное. Так. Теперь у меня будут вот отсюда вот так идти тоже складки. Я сейчас сначала нарисую мягкие такие круглые складочки. И здесь тоже такой момент. Мы можем их с вами потом сделать смягчением по гауссу, чтобы у них было легкое размытие. Можем не утяжелять эскиз таким образом и оставить их просто обычными объектами. И они тоже себя будут очень хорошо чувствовать. Это уже на ваше усмотрение. Я сейчас посмотрю, как в целом будет смотреться эскиз. И уже по нему приму решение. Видите, я их здесь вот распределяю. Так, давайте посмотрим в целом, что у нас получилось. Вот они мягкие складочки. Все с ними прекрасно. Надо привыкнуть. Вы нарисовали жестко, да, они смотрятся, о боже, что это. Потом мы добавляем мягкости и понимаем, что это то, что и должно быть. Вот это мягкое. Ну вот здесь я бы, конечно, наверное, немножечко добавила размытие помягче. Просто, чтобы вот этот контур, вот он вот помылся. Размылся, размяк и стал таким более не жестким. Сейчас еще туда линии добавим. Смотрите, у нас вот здесь будет идти складка. Ее нам нужно обязательно с вами показать. Точнее, не складка, а такая тень. Потому что эта часть находится сверху. Вот эта часть находится сверху. И она дает сильную тень. Притом, вот ее надо сейчас прорисовать по контуру красиво и дать ей непрозрачность. Тогда она будет выполнять свою роль. Она как бы должна показывать, что этот слой сверху, а под ним вот есть такой вот объем. Сейчас мы его вот так вот сюда. Видите, здесь не попало. Соответственно, можно либо кривизной добиться, либо добавить точку. Я всегда сторонник минимизировать точки. Но иногда они просто помогают добиться максимально правильной попадания линии. Поэтому смотрим, как нам будет лучше сделать. Сейчас сюда тоже линию добавим. То есть я работаю максимально сейчас со складками, оборками. То есть сам эскиз нарисован. И сейчас работаем над впечатлением вот этого эскиза. Вот смотрите. Вот она у меня получилась. Она у меня темная. И мы ей даем вот такую непрозрачность. Перебор по непрозрачности. Ее вообще стало не видно. Ее должно быть видно. Вот она. Видите, такой объем получается. Теперь вот здесь тоже будет у нас такая мягкость. И вот так она будет не спадать. Сюда приходить. Тоже переходим. Я решила выбрать модели со складочками в связи с тем, что у многих есть проблемы при рисунке складок и при рисунке теней. Надеюсь, что такие практики, как эта, помогут вам лучше с этим разобраться. Так, теперь у нас вот здесь будут складочки. Мягкие. Сначала сейчас мы рисуем с вами тенюшечки, а потом будем рисовать тенюшки в виде линий. Я имею в виду, да? А потом мы будем рисовать с вами эти же тени, но уже при помощи линий. То есть пятно-линия, пятно-линия. Сейчас пятна, потом линия. Я оговорилась. Начала заговариваться. Вот так. Можно потом сделать с размытием, можно не делать с размытием. Это уже на ваше усмотрение. Смотрите, здесь тоже нам нужна тень. Вот по этой линии. Чтобы показать, что она тоже сверху, а туда внутрь у нас уходит вся эта красота. Вот так мы ее сюда пририсовываем. Выбираем и даем ей непрозрачность. Вот так. Вот, видите, получился еще такой дополнительный объем. Так, вот здесь у меня будут складочки мягкие. Так. И вот так. И в целом, вот здесь по линии тоже сейчас дадим складки. Угу. И теперь приближаемся. Здесь тоже еще дадим сейчас складочку. Работаем мы со всеми этими складочками на отдельном слое. Для того, чтобы основу мы с вами не цепляли. Основа у нас спокойная, никого не трогая. Находится под ними, заблокированная. И совершенно мы никак на нее не влияем. Так. Вот такая тень. Опять же с непрозрачностью. Хорошо. Так, теперь вот из этой точки мы будем рисовать с вами линии, которые будут как раз эти складочки у нас с вами отмечать. Так. Я перенастрою. Вот она линия. Опять же рисуем сначала поленья. Потом сделаем им настройку, чтобы они стали красивыми и правильными. Так. Почему-то у меня произошла какая-то перенастройка. Сейчас мы... Оп. Должна быть только линия. Вот здесь должна быть только линия. Вот так. И вот здесь тоже должна быть только линия. Очень рекомендую все-таки посмотреть много фотографий. И, ну, если вы не понимаете, рисовать по фотографиям. Они вам дадут очень хорошую подсказку, и вы сможете грамотно со всем разобраться. Это линия, линия и линия. И вот здесь еще такая вот линия будет. Не бойтесь. Вот произошла такая же штука. У меня поменялись опять цвет контура и цвет заливки. Она пересняла с предыдущего объекта. Вот мы с вами вернули. Теперь мы можем все это вместе выбрать. Только линии. Выбираем. Загруппировываем. И вот здесь у нас есть с вами красота. Я вам уже многократно показывала. Посмотреть, насколько там нам толщина 0.5, 0.75, в зависимости от того, насколько мы считаем интенсивными эти складочки. Так, еще вот здесь я сейчас прорисую, конечно же, линеарные складки, потому что они мне тут нужны будут. Так. Ctrl, сбросили. Еще одна. Видите, они поверх идут, то есть там теневая складка, то есть заложенная вот эта вот, а здесь тоже такая мягкая. Так. И вот здесь тоже можно такой легкий дать. Вот так. Хорошо. Выбираем. Тоже рекомендую сгруппировать. И, соответственно, контур 0.5. Так, смотрим. В общем-то, вот у нас практически все замечательно получилось с вами. Так, где у нас не хватает, если не хватает линий и если не хватает складочек. Здесь есть, здесь мягкие складки есть. Вот эти штучки попрозрачнее. Они не должны так выделяться. Соответственно, сейчас вот мы их дадим им линию непрозрачности. Тоже сюда. Так. Вот такое платье получилось. Я еще вот сюда сейчас чуть-чуть добавлю. Прям вот здесь такая складочка будет. Видите, тенюшечки. И там пару линий. Они тоже дадут красоту на манжет. Вот так. Так, раз и два. Еще непрозрачность корректируем. Потому что одно на одно накладывается. Все. В общем-то, мы теперь... Я спрашиваю, как слить все на один слой? Все это вместе выбираем. Сгруппировать. Вот у нас платье слилось на один слой. Красивое платье получилось. Сейчас мы его подвинем и сделаем его в цвете. Оно уже само по себе хорошо в белом. Я бы его оставила так, как есть. На мой взгляд, это уже можно делать. И, например... На мой взгляд, оно будет красиво смотреться еще и в красном. Давайте мы его сейчас в красный и поправим. Притом такой хороший, благородный красный цвет. Сейчас мы его соберем. Найдем этот цвет, который максимально будет отражать задумку. Да, вот такой глубокий. Не совсем винный, более яркий. И сейчас мы все это сделаем. Здесь есть еще такая маленькая хитрость, что тени могут быть серыми, а могут быть бордовыми. Вот тоже сейчас этот момент посмотрим, какие тени к данному эскизу будут смотреться лучше. Это всегда достаточно индивидуально. Внутреннюю часть делаем чуть-чуть темнее. Таким образом у нас создается эффект объема. Видите? И в предыдущем эскизе, в белом, у нас тоже там было залито серым цветом. За счет этого этот эффект объема и наблюдается. Так, здесь с вами раз, два, три, четыре и пять. Заливаем. И вот эти части, вот эту часть можно чуть-чуть потемнее сделать. Вот так. Она просто будет давать эффект глубины, хотя можно и убрать, не нужно. Вот. Такое вот получилось. Теперь смотрите. Я создам его копию. Давай на клик мы вышли. Создаю копию этого платья. Все тени, которые есть, они себя прекрасно совершенно чувствуют. И, как видите, за счет того, что это был черный и непрозрачностью, он накладывается и все прекрасно. Но мы можем, например, взять все, что у нас вот эти тени, сказать, что мы хотим, чтобы они были бордовые, темно-темно-бордовые. Вот такие не черные, а темно-бордовые. Давайте сравним сейчас наши два эскиза, какой из них более актуальный. На мой взгляд, даже с черными тенями у нас получилось более контрастно, более интересно. Но вы можете выбрать тот вариант, который вам по вкусу. То есть это все достаточно просто делается, можно все посмотреть. Вуаля! У нас получилось платье-рубашка с мягким запахом, с легкими складками и драпировками. Нарисованный вектор. И теперь можно с ним дальше работать. Конечно же, прорисовывать спинку, думать детально конструкцию, отсмотреть, насколько будет хороша вот эта точка, как ее нам править на лекалах, как ее, возможно, там подшивать, возможно, сделать внутренние шортики, которым она будет фиксироваться. Это все уже нужно смотреть по конструкции. Но именно то, что мы хотели показать, то, что это мягкое, объемное, со складками, то, что оно драпируется, у нас все получилось. Мне понравился, конечно, красный цвет, тоже очень красиво. На этом все. Немножко получилось долговато. Простите меня за это. Я показывала, как это в реальном времени. И считаю, что это здорово, потому что ускоренные видео, пожалуйста, смотрите на Инстаграме, там в ТикТоке, где за 15 секунд весь этот эскиз проносится. А здесь я вам показываю именно реально, как я рисую. Если вам интересен какой-то фрагмент, вы можете на нем остановиться, посмотреть, остальное посмотреть там на скорости Х2. Это тоже большой плюс Ютьюба. Я тоже так часто все смотрю. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Мы постоянно рисуем новые эскизы. Ну и, конечно же, в комментариях оставить мне, что бы вы еще хотели порисовать, или какие-то вопросы, если они у вас появились по этому эскизу. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok